Оршак пожар Пожарного 2, команда выезжала, тревожный звон, будем народ, дрожала мостовая, и мчалась с горхотом вперед, команда удавая. Теперь не надо колончить, звонить по телефону, и о пожаре сообщи ближайшему району, пусть помнит каждый гражданин. Пожарный номер 01. В районе есть бетонный дом с три этажа и выше, с большим двором и гаражом, и с вышком на крыше. С меня с верхним этажем пожарные сидят, а их машины в гараже мотором в дверь глядят. Чуть только ночью или днем дадут сигнал тревоги, лихой отряд борцов с огнем несется по дороге. Мать на рынок уходила, дочке Лене говорила, печку Леночка не тронь, сжется Леночка огонь. Только мать сошла с крылечка, Лена села перед печкой, в щелку красную глядит, а в печи огонь гудит. Приоткрыла дверь Цулена, соскочил огонь с полиной перед печкой в жидко, лес подскаживший на стол, побежал по стульям с треском, вверх побул с поднавеском, стены дымом заволок, лежит пол и потолок. Но пожарные узнали, где дает, в каком квартале, командир сигнал дает, и сейчас же вмиг едины, вырываются машины из распахнутых ворот. В дальницу с гулким звоном им пути проехи нет, и сменяется зеленым перед ними красный свет. В пять минут автомобили до пожара докатили, стали строим у ворот, подключили шланг упруги. И раздувшись от натуги, он забил, как пулемет, загрубился дым угарный, грязь комната полна, на руках Кузьма пожарный вынес Лену из окна. Он Кузьма пожарный старый, двадцать лет тушил пожары, сорок душ от смерти спас, бился с пламенем не раз, ничего он не боится, надевает рукавицы, смело лезет по стене, каска светится в огне. Вдруг на крыше из-под балки, что-то крик раздался жалкий, и одну наперевес, на чердак Кузьма полез, сунул голову в окошко, поглядел, да это кошка, пропадешь ты здесь в огне, полезай в карман ко мне. Широко бушует пламя, разметавшись языками, лижет ближние дома, отбивается Кузьма, ищет в пламени дорогу, кричит младших на подмогу. Из бежатки носов, трое рослых молодцов, топорами балки рушит, из бронзбойтов пламя тушит, черным облаком густым, под дыгами вьется дым, пламя ежится и злится, убегает, как лисица, а струя издалека гонит зверя с чердака. Вот уж бревна почернели, злогонь шипит и щели, пощади меня, Кузьма, я не буду сжечь дома. Замолчи, огонь коварный, говорит ему пожарный, покажу тебе Кузьму, посажу тебя в тюрьму. Оставайся только в печке, в старой лампе и на свечке. На скамейке у ворот Лена горько слезы льет, на панели перед домом столы, стулья и кровать, отправляются к знакомым Лену с мамой ночевать. Плачет девочка на взрыв, а Кузьма ей говорит, не зальешь огня слезами, мы водой потушим пламя, будешь жить да поживать, только чер не поджигать. Вот тебе на память кошка, посуши ее немножко, дело сделано, отбой, и опять по мостовой понеслись автомобили, затрубили, зазвонили, мчится лестница, насос, бьется пыль из-под колес. Вот Кузьма по этой каске, голова его в повязке, лоб крови, подбитый глаз, да ему не в первый раз, поработал он недаром, славно справился с пожаром.